Привет, у микрофона Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы побегаем по офисам, погоняем на водных мотоциклах, пройдем полосу препятствий, немного покрафтим что-нибудь квадратное, потом снова вернемся к мотоциклам, на этот раз наземным, и, наконец, узнаем, как перенес переезд на мобильную платформу великий немой физик в оранжевом костюме и с монтировкой. Поехали! Начнем сегодня с раннера под названием Escape 2012. Замес такой, наступает конец света, играем мы за офисный планктон. Офис, естественно, рушится, и пора сваливать, чем мы и занимаемся. Собственно, не считая довольно пафосных заставок, геймплейчик довольно стандартен для раннера. То есть имеются бонусные очки, которые надо собирать, пробегая по ним, есть какие-то плюшки, которые дают, к примеру, временную неуязвимость к препятствиям. Короче говоря, раннер самый что ни на есть стандартный. Да и локации унылые и разнообразием не блещут. Любителям раннеров можно и заценить. Ну а я иду дальше. Дальше гонки водных мотоциклов. Игра так и называется, гонки водных мотоциклов. И да, это вот оно и есть. По сути, это гоночная аркада, перенесенная в сеттинг водных гонок. За исключением этого, мы видим тут то же, что увидели бы и с машинами. Довольно неплохо сделанную гонку. Можно было бы придраться к некоторым деталям, вроде довольно низкого разрешения текстур или качества прорисовки брызг, но игра-то бесплатная. И для бесплатной, повторюсь, качество вполне приличное. Так что это будет неплохим таймкиллером для любителей гонок, скутеров и всего этого сразу. Третья игра на сегодня, Когнитайл. Из первой тройки сегодняшних участников, это, пожалуй, самая оригинальная игра. Это пазл, основной фишкой которого является хорошая память игрока. Вот люблю я игры, где надо хоть немного напрягать мозг. Игровое поле разбито на квадраты, и нужно проложить маршрут от точки А до точки Б, по которому и пойдет наш герой, некто в шляпе. Пока он идет, активизируются ловушки. Важно запомнить, на каком именно квадрате что происходит и в какое время, чтобы потом проложить маршрут так, чтобы в нужное время не оказаться в ненужном месте. В общем, игра мне понравилась, и советую всем, кто хочет немного напрячь память. Следующий пациент, WorldCraft 2. Это, как ты видишь, очередной Майнкрафт, при том с минимальными отличиями от оригинала. Здесь такой же кубический мир, материалы и способы крафта, в общем-то, похожи. Отличия только в графике, да и то, учитывая, сколько у Майна модов, это не аргумент. А радует наличие мультиплеера, а еще более радует наличие в этом мультиплеере живых людей. Так что скучно не будет, и все любители Майнкрафта, по идее, будут довольны и WorldCraft. Extreme Dirts Free, так называется наша пятая игра. Она тоже про мотоциклы, но на этот раз ездить будем не по воде, а уже по земле. Точнее, больше по всяким трамплинам и прочим штукам. В игре есть что-то от той же эластомании, только она заточена скорее не под сохранение равновесия, а под трюки. Хотя балансировать нужно и здесь. Это сделало ее более динамичной, а трассы более интересными. Тут тебе непонятно как висящие в облаках мостики и всякие спирали-зигзаги. Довольно интересно, скажу я тебе. Но самое интересное у нас сегодня на десерт. Да-да, Half-Life 2. Теперь доступен и на наших мобильных девайсах. Что, конечно, замечательно, ведь прошло достаточно времени, чтобы игрушка чуть подзабылась и ее было бы интересно перепройти. Конечно, обидно, что Valve, чтобы не делать, лишь бы не делать третью часть, ну да ладно. Надо сказать, порт удался на славу. Да еще вроде как слегка добавленные эффекты. На современных устройствах игра работает гладко и выглядит красиво. Ничуть не хуже, чем на ПК, а то и даже получше. А вот только порт действительно полный, и кое-что, что было нормально для компа, не слишком-то удобно для планшета. Например, мне крайне неудобно целиться, и я не думаю, что это только моя проблема. Если бы сделали хоть какое-то автоприцеливание, было бы замечательно. Во всем же остальном, это старая, добрая и горячо любимая игра без глобальных изменений, чему я, в общем-то, рад. На сегодня у нас все. Подписывайся, комментируй и ставь лайки. С тобой были Федор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok